Девушки отдыхают Освобождение Ростова от немецких оккупантов Вот, еще одна радостная новость Чикатило казнили 14 февраля Это символично Это символично, да Помимо этого, для мира в целом Это день очень важный и очень много праздников Ну, например, в Болгарии в этот день празднуют День виноградарей Вот Замечательно, которые дарят виноград или его производные Да, а во Франции знаешь, что празднуют? День рождения французского языка Действительно, в 842 году Несколько представителей правящей элиты Впервые провозгласили клятвы на старо-французском На старо-французском языке Прононсе В 1903 году случилась вообще очень большая радость В США открыли Министерство торговли Действительно, это событие важное А потом, почти 25 лет спустя В Чикаго произошла расправа Между мафиози итальянскими и ирландской группировкой И как все это мероприятие получило название? Празднование в День Святого Валентина Замечательно Так вот же он, вот же он тот самый важный момент любви, взаимопонимания И приятных ощущений друг к другу Это программа МПДЖ И сегодня мы празднуем День Святого Валентина И вместе с вами его празднуют Анна Глебова И Екатерина Звездина Да, много событий еще будет у нас в Ростове Только было, но и будет Ну, в первую очередь для всех людей, которые любят, ценят и ждут Состоится концерт группы «Руки вверх» Восемнадцать нам уже Восемнадцать нам уже Это же подарок всем, тем, кто любит Всем тем, кто беззаветно танцевал под эти песни в лагере, например Да, и во-первых, поцелуи Возможно Или вот еще какое мероприятие состоится в Ростове 14 февраля У всех горожан и, соответственно, любящих пар Будет возможность заключить ненастоящий брак Ненастоящий брак Это же какое прекрасное доказательство ненастоящей любви Я себе уже представила ненастоящий домик Ненастоящую кухню Ненастоящие дети Семейная жизнь ненастоящая Да, что еще у нас будет? Ну, что еще? Еще можно будет посетить такое мероприятие, как спид-дейтинг Что такое спид-дейтинг? Что же это? Ну, на самом деле, все просто Это быстрые свидания То есть, как в эру модернизации и технологизации В общем, у нас нет времени просто Нет времени вот это вот размусоливать А так мы приходим, 10 прекрасных мужчин сидят и ожидают нас Да, и нет, но если у женщины все просто Ее пригласили на свидание и все дальше зависит от нее Что она там сказала, когда она там на что согласилась А вот мужчине что делать? Да что мужчине не делать? У мужчин есть своя схема Мужчины-технологи, по сути Технори Да У женщин это эмоциональный компонент Мужчины это больше такой компонент, который идет по проработанному пути и схеме Ну, я не согласна, потому что мне кажется, это не совсем эффективно Нужно исходить от человека и от твоих чувств к нему Нет, чувства, конечно, прекрасны, это замечательно Все воспевают и пропагандируют их Но на самом деле Ты думаешь, что такое любовь? Что такое любовь вообще? Вот для тебя любовь это что? Химия в первую очередь Это в нашем животе все эти бабочки Все эти эйфоричные ощущения Это все настолько описано уже Химия и физика Физика обязательно Ах ты бесчувственное животное Я просто за рационализацию Ну да, я думаю, что за рационализацию и наш гость Да, зовем в студию У нас есть для вас кое-кто очень интересный Интересный Итак, у нас в гостях неподражаемый преподаватель школы соблазнения Ярослав Гусев Здравствуй, Ярослав Здравствуйте Привет, Ярослав И первый вопрос вот у меня Давайте, есть одна помарочка Вот, я уже чувствую наличие мужчины у нас в студии Я, прежде всего, представитель тренингов русской модели эффективного соблазнения в Ростове Людей не обучаю, наоборот, организовываю группы и слежу за тем, чтобы люди достигали целей Замечательно, а где вы тренируетесь-то? А, везде, ну, это ежедневно, улицы У вас, в общем, есть теория и есть практика, я так понимаю Ну, естественно, что Вот, и где проходит практика? Где мне, одинокой женщине, найти человека, который не мучит? Встретить настоящего мужчину? Ну, назовем это так Или просто попасть в область практики? Ну, можно подежурить на центральных улицах города Подежурить? С табличкой, вот Я жду? Да, да, что-нибудь в этом роде И уже непосредственно отбирать Вот, как процесс отбора будет происходить, представить не могу, но можно определить критерии Например, размер Чего? Мозга? Наверное, да Глазиком Потому что мозг, я считаю, что самая сексуальная часть тела Вот, и прежде всего нужно работать со своими тараканами Скажите, а как вот разглядеть быстренько мозг женщины, которая просто стоит и дежурит? Ну, я думаю, что достаточно с ней заговорить Если присутствует какая-нибудь, хотя бы какая-нибудь причинно-следственная связь и логика, то, наверное, в целом Например, ты мне не нравишься, иди домой Вот это вот умненькая женщина Что, что? Ну, вот ты мне не нравишься, иди домой Почему, зачем? Можно другу Можно с другом познакомить Зачем домой? Вы чего? Вот оно, как интересно Конечно, мы же пикаперы общества, такое вот, значит, взаимоподдерживающие друг друга А, то есть семья, большая семья? Конечно Какие ошибки совершают мужчины, когда вот только подходят к девушке и выясняют, есть ли у нее там мозг или еще какие органы? Ну да, можно сразу же подойти и спросить, насколько велик у тебя мозг Ага, но этого недостаточно Это же можно понять в процессе беседы, что есть цель, да, необходимость Большая распространенная ошибка, что парни, значит, стараются сразу договориться о встрече Получить себе какие-то, значит, договоренности, перспективы развития событий Ну а как же так вкладываться? Нужно же 150 рублей за кофе заплатить, туда сходить Ого, 150 рублей! Это инвестиция! Это много! Я представляю интересы женщин, которые считают все-таки, что любовь, она существует Ну конечно Что любовь это вот что-то настоящее, незыблемое Да, и многие девушки ищут свою любовь, они верят в нее Вот есть ли какие-то стереотипы или стандартные ошибки у девушек, которые они совершают То есть ребята, с ребятами мы поняли, они преследуют определенную цель и сразу же ее транслируют Ну вот смотрите, если девушка совершает ошибку, это означает в целом, что она так себе Ага Так, непонятно Вот это интересная классика Ну а как вы расцениваете ошибку девушек, ну ошибку парней, когда он ведет, допустим, тебя, Екатерина, на свидание, запихивает в тебя стейк, заваливает тебя цветами, например, вот Это продолжается в течение месяца Конечно, это очень комфортно и удобно, да, когда тебя, конечно, возят и так далее Но к прямому отношению к мужчине, как к самцу, это не имеет никакого отношения Месяц это долго? Вот, ну месяц Вот что делать после месяца цветов и стейков, и у тебя уже все лицо в жиру? Как в ЗАГС везти? Обязательно А если он сам не хочет? Или девушке надо все это? Ну да, тут есть два варианта девочки, то есть, либо тут работает принцип, что как и мужчины, так и девушки ищут лучшего для продолжения рода Либо второй принцип – обмена ресурсов, что, в принципе, мы не очень приветствуем, мы сторонники того, чтобы, ну, мы говорим, мы – это выпускники, там, русской модели эффективного соблазнения А чтобы, соответственно, можно было соответствовать другим факторам, например, харизме, там, например, увлечением, стремлением к жизни, там, и так далее А не просто сухими договоренностями, что 15 рублей в час А вообще цель, ну, скажем так, пикапера – просто повалить девушку в постель или найти себе ту единственную? Ты про мою цель спрашиваешь? Нет, я про всеобщую вашу цель Идеология, у вас же есть русская модель соблазнения? Ну, я могу позиционироваться грязно Да, давайте Так, интересно, подробности Ну, как вы думаете, когда молодому парню 20-25 лет, надо же, соответственно, отловить всех самых красивых девушек? А, это как эстафета? Потому что потом не хватит печи? Нет, это как для того, чтобы разбираться потом Просто как гедонисты они себя ведут Каждый ориентирован на свои цели, прежде всего То есть, кому-то хочется массу эмоций, увлечений, драйва, значит, и рок-н-ролла А кто-то преследует, там, цель, прежде всего, организовать свои личные отношения И это тоже нормально, имеет место быть Как и, так скажем, молодые люди, так и люди постарше Естественно, что у них образ жизни отличается Согласны? Не нужно всех под одну гребенку Ты попала просто под волну У меня уже мысли куда-то так ушли Я говорю про то, что мысли не ушли, они здесь, на поверхности Что нужно понимать, что потребности у людей разные Не нужно всех под одну гребенку Цель пикапа – это, прежде всего, получить практический опыт Необходимый для реализации достижения своих целей Освоение навыка? Да, есть определенные навыки, которые помогают в соблазнении Например, трогать Вот это вообще не помогает, вы знаете, вот вы меня даже не трогаете Вот меня если трогать, малознакомому человеку, то это беда просто Наоборот, вот, так ты можешь задать мне вопросы, еще вопросы И мы станем еще ближе Сейчас тоже такой маленький мастер-класс Иногда женщин трогать не надо Ну, это говорит представитель Вы сейчас вдвоем мне расскажете, что нужно делать для того, чтобы вам нравится Нет, мы не знаем Я, безусловно, тоже готов принять вашу версию Но все-таки в гости пришел к вам я И 11 часов утра для меня – это подвиг Потому что в целом я просыпаюсь немножко позже В 12 Ну, хорошо, несмотря на то, что вы меня потрогали Я задам вопросы Вообще-то в пикапе есть такая конфиденциальность И если что-нибудь произойдет, то я уже уверен, что ты, наверное, напишешь у себя на стене об этом Чего я напишу? Я не преследую таких целей Мне пока интересно Хорошо А с Екатериной можем продолжить разговор и беседовать А, видишь, я сегодня в поворе просто Тебя трогаешь, а я в поворе Хорошо Ярослав, ну вот у нас сегодня спор Все-таки Скажите, пожалуйста, нам Любовь, она есть или нет? Конечно, есть любовь Если бы не было любви, то люди бы на самом деле не размножались А то есть вы считаете, что размножаются именно из-за любви? Ну, конечно А собачки? Ну, смотрите, любовь – это, наверное, я могу объяснить, что это что-то на уровне инстинктов Когда ты явно понимаешь, что гены, которые находятся напротив тебя, тебе максимально подходят Тебя привлекает и цвет кожи, и цвет глаз, и запах девушки Ну, это химия, про которую я говорила Вот, вот, вот Поэтому, как бы, это один из необходимых рецептов для того, чтобы наше человечество развивалось дальше Вот так, в общем, любовь – это микс химии, физики и эмоционального коктейля Конечно, такая вообще бомба Хорошо, Ярослав, спасибо большое за то, что пришли к нам в гости Я же не все еще рассказал, ребята Некоторые моменты К сожалению, вы говорили многое не по теме, поэтому не успели сказать всего, что хотели Ну что ж, спасибо большое Спасибо А как правильно вас назвать? Ну, Ярик можно Нет, я имею в виду по должности А, я представитель, то есть Представитель чего? Русской модели эффективного соблазнения Также один из лучших выпускников мастерского тренинга А кто решил, что вы лучший? Группа, голосованием сказали, что вот по-любому Вот этот чувак, он умеет, он может Ну ладно, раз группы сказали, значит у нас лучший выпускник русской школы соблазнений Ярослав Гусев, спасибо, что пришли к нам Спасибо И ждем, наверное, еще по какому-либо Следующего разочка, второго захода Может, со второго раза мне будет приятнее Конечно, конечно Может быть, ты просто привыкнешь Мы перейдем на второй этап уже Преприятнейшие впечатления Как, Аня, доводов тебе хватило? Нет Ты все продолжаешь верить в любовь? А я ничего не поняла Глядя на нашего эксперта, а может быть, это такой ход? Ну, конечно, ход Разделяй власть Обольщение Сначала узнают объем мозга, а потом делают так, чтобы ты вообще ничего не понимала Ну, видимо, мой грецкий орех его не... Моя кедровая семечка тоже не справилась Мне кажется, как-то больше разъяснит ситуацию Замечательная девушка Я уже начинаю в восхищении ожидать нашу постоянную рубрику Да, наша постоянная рубрика «Пищать для ума» и наша постоянная муза в этой рубрике Анастасия Какойва, Настенька Ждем Настя, сегодня 14 февраля обсуждаем Да И обсуждаем вообще тему любви Ну, и с тобой хотелось бы поговорить о историях любви Какую же книгу можно взять на 14 февраля? Поняла, что почти любую И поэтому я решила пойти немножко другим путем И поговорить не о том, какие у нас истории есть в литературе А о том, какая любовь есть в жизни В жизни писателей И я подумала, что как же должна быть романтична и красива жизнь автора Так, ну-ка, и как? Как говорится нынче в наших интернетах Я еще никогда так не ошибалась Это интернет трактовал или так было действительно? Ну, так было А сейчас я вам расскажу, как было действительно Александр Грин на самом деле Ну, скажем, история, как и у многих писателей, признаться Она помнит основных трех женщин, которые повлияли на его судьбу Мама, дочь и бабушка? Если бы Ох, если бы Все было много интересней Жена, жена и жена? Ну, во-первых, ходили слухи, что первую жену он свою застрелил Александр Грин? Александр Грин, да А он, вот не был он, понимаешь Подожди, а это доказано или это Просто слухи? Это были слухи, все верили Но любые слухи основаны на доводах Доказано другое Она не была ему женой, но действительно была девушка, с которой у него были очень Тесные Тесные отношения Сожительница Церковь, ее звали Екатерина Бибергаль Расставание их было очень, скажем, уголовно наказуемым, прямо скажем То есть расстаться навсегда Да, в пылу страсти он пытался ее застрелить А чего умерла в итоге? Стрелок он был от старости Честно, я не знаю, от чего она умерла, но это было далеко не, когда он ее стрелял Потому что он попал, собственно, слева, но далеко не в сердце Она была не тяжелая И она сказала, не надо звонить в скорую Я сама быстро Я приложу подорожник Но его я больше видеть не хочу В итоге она довольно быстро поправилась Но они больше никогда в жизни не виделись Так, а вторая история В принципе, тоже, наверное, не готова История номер два Вскоре Александра Грина арестовали Причем далеко не за это дело, а просто за то, что у него были подложные документы Он жил по подложному паспорту Так он хулиган Ну, нормальный советский человек Вот сейчас вы поймете, насколько далеки Алла и Паруса Так вот И когда его арестовали Ну, его сестра какое-то время носила ему передачки Потом ей нужно было уехать из Петербурга И тогда было распространено находить так называемых тюремных невест Девушек, которые носили передачки В общем, каким-то образом Заботились о заключенных Естественно, под видом невест Вот она любовь Сестра нашла такую девушку Это была, в общем-то, дворянка очень из замечательной, милой семьи Которой для того, чтобы, скажем так, доказать, что он действительно в каких-то близких отношениях с Александром Грином Пришлось с ним поцеловаться Ну, буквально вот при первой их встрече Естественно, она влюбилась Вскоре его отправили в ссылку Откуда он сбежал И появился на ее пороге Так Она ждала его? Она ждала его И они хотели обвенчаться У него опять были подложенные документы Они не могли обвенчаться Отец ее проклял Вот Нет, ну пока все романтично Но они все равно стали жить вместе И вот в следующую-то ссылку она уехала вместе с ним Это был рай для нее Абсолютно Это была тихая провинция Он писал, он творил И это был абсолютный ад для него Потому что где Петербург Где богемная жизнь Где все литераторы И вот когда уже из третьей ссылки он вернулся Вот тут-то он и оторвался Вот так А сердце требует Ушла Потому что она сказала, что Это все, дорогой мой, не для меня То есть он балагур Еще какой Кошмар В современном понимании он А третья стала прототипом Ассоль Ну наконец-то Мы дошли до нее Появилась Ну а где он ее встретил? Он ее встретил Ой, чуть ли не в редакции Она была Несколько младше Она была вся такая тихая И скромная Дала ему отпор Сказала, знаешь, ни за что в жизни А потом они встретились Не пойду с тобой пить кофе Да, еще через пару лет И пошли таки пить кофе Вот Она стала его третьей женой И немного портит мне всю картину Только то, что портрет второй жены Веры Абрамовой Он возил с собой по всем По всем квартирам Вот у его второй жены Веры Абрамовой По воспоминаниям Чаковского У нее тоже были литературные амбиции Тоже, в общем, она была детской писательницей И он сравнивал ее с Маргаритой Она сказала, что Маргарита Ни за что не могла бы быть Литературной дамой при мастере То есть она должна Служить ему Вот, видимо, как с третьей женой Вот с Ниной Мироновой и получилось Но не со всеми так выходит С девушками Ну, кстати, о мастере Маргарите Да У меня есть мастер Маргарите А вот она Оп Вот это замечательная книга Да, у меня Вкусно, так стоял рояль Впечатление, что настоящая любовь Она проходит испытание временем И чем больше времени Тем любовь крепче Насколько я знаю У Михаила Афанасьевича Любовь была даже после смерти Потому что, когда снимали фильм Бег Консультантом была его жена Последняя Ну, третья шла Ирина Шаловская Да, и к режиссеру она подошла С предложением вставить сцену Которой не было в книге Режиссеру удивились, что настолько гениальная И спросили, откуда вы ее взяли А она, ну, совершенно спокойно ответила Ну, и Михаил Афанасьевич рассказал Когда Досели, приходил и поделился Вот ночью приходил, да, и рассказал Вот это любовь настоящая Когда даже после смерти Как говорили, ему же нагадали в юности Что у тебя будет так, как всегда говорят О женах Что первая жена от Бога Вторая от людей Третья от дьявола И так, в общем, и случилось Когда он думал об этом в итоге Потому что его первая жена Спасала его во времена Как раз войны Когда он был медиком Когда он Он дважды заражался Один раз это был Тиф То есть она буквально удерживала его на краю Вытаскивала его из морфия Она заменяла его водой Она просто удержала его в живых Вторая жена Она была действительно от людей Она помогала ему войти в литературный круг Скажем, связи наладить А третья Ну, у них встреча-то была Да, как у Маргариты И у мастера Он Она сидела дома Когда она решила Что не стоит им видеться От греха подальше И впервые там за полгода Когда она вышла из дома Первые же пять минут Она встретилась с ним Это судьба И дальше, да Но я нашла любовь Которая меня Я нашла любовь Как хорошо звучит, да Которая меня поразила в самое сердце Тем, что У этих двух людей Была практически телепатическая связь Даже когда Они были в разных городах Он писал жене Вы сейчас удивитесь, о ком я говорю Он писал жене Уже в преклонные годы даже И он спрашивал о том Угадай, какие картины Висят у меня на стене И она угадывала Если это было дело в гостинице Его главный роман Был написан практически На заднем сидении Бьюика В котором они ехали Сквозь Америку Так, это уже не Чехов Отлетаем сразу На самом деле Но это писатель И никаких юных девочек В реальности В его жизни не было И роман Лолита О, ну конечно же Владимира Набокова Владимир, да На самом деле был написан Скажем, по большому эмпирическому материалу Книжному Совершенно не по жизненной истории Вот И я На самом деле Настолько прониклась Историей его Любви с его женой Она была одна Да, она была одна Ничего себе Она была для него Всем Она была для него И секретарем Она была для него И литературным агентом Она писала письма От его имени Она водила машину Пока он на заднем сидении Писал Лолиту Он много чего говорил Я никогда не научусь Общаться с людьми Писать им письма Если люди мне не интересны Я никогда не научусь Водить машину Это все брала на себя Вера В общем-то И защищала Лолиту В том числе И защищала его от нападок Потому что Ну уж она знала Было ли что-то или нет Ну что ж Замечательный пример Который мы Как раз и подытожили Потому что Любовь настоящая Существует И вот Анастасия Какуева Наш постоянный эксперт Рубрики Пища для ума Подтвердила нам Примерами Спасибо тебе Настя Ждем тебя еще В следующий раз Готовь уже Приходи Приходи Спасибо Обожаю Настю Ну Настю обожаешь Не только ты Но и я Я думаю Все наши зрители И слушатели Я считаю Что это такая Ну пока еще не точка Но это такая Очень качественная Запятая Которая идет Интонация идет на повышение И мы понимаем Что любовь существует Я тебе могу сказать Абсолютно точно Что помимо Замечательных мишек Розовых Валентинок Цветочков Шариков 14 февраля В любом случае Будет полно музыки Да Музыки И в сердцах И в головах И в ушах Обязательно Обязательно И я считаю Что Часть этой Великой музыки Нужно пригласить К нам в студию И сия пучина Поглотила ее В один момент В общем Все умерли И сия пучина И сия пучина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Замечательный подарок сегодня для наших телезрителей Радиослушателей От музыкантов Филипп Кондратов Гитара и Сергей Терехов Вокал Ребята, это было волшебно Спасибо Большое Спасибо Да, ну просто так мы вас не отпустим У нас тут с Катей спорт Любовь Есть ли она? Да Как вы считаете? Как для музыкантов Для людей, которые для многих девушек являются пределом мечтаний Вот существует ли настоящая любовь? Сергей Ну, естественно, существует И настоящая любовь для тебя Что это вообще такое? Потому что для меня это любовь до смерти Вместе родились, вместе умерли И после смерти друг с другом общаемся Для тебя что это такое? И рождение тоже вместе Переписки И реинкарнация получается тоже, да? Да Для тебя что это? Ну, в первую очередь Для меня любовь это какое-то некое совмещение двух людей По моему мнению, традиционные соединения Ориентации Мужские и женские тела, да? Да, с одной стороны должна быть девушка, с другой должен быть мужчина Хорошо, девушка Какая должна быть девушка, чтобы музыканты спели для нее или сочинили для нее серенаду? Вот для тебя С Сергея начнем И если иметь в виду как-то какую-то внешность или какие-то определенные качества Нет, вот что-то должно тебя так вдохновить внутри, чтобы ты понял Я хочу написать для этой дамы Я прошу прощения, а это нравственный вопрос про любовь? Нет, это безнравственный Это настолько безнравственный и сугубо индивидуальный А индивидуальность здесь как, понимаете? Ну, ты вот нам субъективно отражаешь свою позицию Чтобы не заговаривай, ты скажи, что нужно иметь женщине, чтобы понравиться тебе Вот я же и пытаюсь это выяснить Ну, что нужно сделать мне или какой мне быть нужно, чтобы ты мне написал серенаду? Сделать? Да, ну или быть Скорее всего сделать Делать ничего не надо Тут должна идти, должна отдача быть со стороны человека, который хочет написать ее То есть он должен как-то что-то увидеть такое, неважно что, в девушке Его должно что-то привлечь, и он должен это сделать И не обязательно это должно быть, то есть он должен это увидеть Он не должен это увидеть Скорее речь идет о фантазии, я думаю То есть должно быть очень хорошее воображение у того человека, который хочет написать песню То есть он должен присвоить девушке какие-то определенные качества, которые он хочет воспеть Филипп, скажи, пожалуйста Вот все-таки воспели девушки серенаду Все-таки Является ли это показателем любви? Или это просто вот такой творческий процесс произошел? Ну это скорее показатель любви человека творчества к его творчеству Процесс взаимообусловленный А девушка является просто музой и таким своего рода инструментом в творческом процессе Да, в этом смысле мне так кажется А как вы вообще относитесь к Дню Святого Валентина? Считаете ли это праздником, или это просто какие-то забугорные веяния? Я не могу сказать точно, у меня на самом деле по поводу этого праздника никакого мнения нет То есть ну как бы то, что он есть, или то, что его нет, меня не особо трогает Я его никогда не праздновал Не относишься к нему вообще никак? Не отношусь вообще никак Нет, я считаю как бы это очень красиво дарить там друг другу какие-то подарочки Ну в основном, конечно, должны дарить сильная половина слабой А слабая принимать? Слабая должна принимать С радостью? Естественно Так, у тебя, Филипп, я смотрю, прям такое напряжение в лице Я думаю, у него свое индивидуальное отношение к этому Нет, у меня нет никакого индивидуального особого отношения Просто я не воспринимаю это как... Ну что такое праздник? Праздник это что-то, что должно праздноваться, правильно? Правильно Отвывается какое-то событие А мне кажется, этот праздник событием не является Потому что если у тебя с человеком есть какие-то отношения То у тебя каждый день события, правильно? Ну что ж, ребята, спасибо вам, что пришли к нам У нас в студии сегодня были Филипп Кондратов, гитара И Сергей Терехов Вокалист, да Ну а в студии сегодня вместе с вами ждали, отмечали 14 февраля на Глеба Обсуждали любовь, любили И были любимыми Да, да Анна Глебова И Екатерина Звездина Ну что ж, спасибо, до свидания Ну и от ребят Пожалуйста Пожалуйста, еще Уважьте Музыка 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 Продолжение следует...